Казахстан Позиция государства в этом вопросе в праве на мирные собрания буквально выражена в двух строчках, которую Генеральная прокуратура отправляла в ходе коммуникации Комитету по правам человека ООН. Буквально в две строчки. Проведение арт-моба акции предусматривает публичное выражение в любой форме своему мнению и участниками по различным вопросам, то есть фактически является демонстрацией. Правозащитница Виктория Тюленева, которая помогала Бахаджан Турегожиной с жалобой, говорит, что ощущает себя как человек, получивший Оскара. Хотя решение Комитета ООН, пожалуй, значит даже больше для страны, чем премия в области кинематографии. Я очень довольна, это совсем слабо говоря, очень счастлива, что Комитет воспринял ту аргументацию, которую мы ему предложили. Фактически все соображения, которые мы получили, они основаны на той аргументации, которую мы предложили Комитету. И вот эта аргументация, она о том, что сегодняшняя практика поведения властей в отношении тех, кто реализует свободу мирных собраний, она незаконна с точки международного права. Победа Бахаджан Турегожиной заключается в том, что теперь Казахстану необходимо не только пересмотреть ее административное дело четырехлетней давности, но и привести в соответствие с международным правом свое отношение к мирным собраниям. В ООН уже не намекают, говорят открыто, митинги, пикеты и демонстрации должны быть обычным явлением. На деле сегодня в Казахстане арестовывают даже участников одиночных пикетов, расправляются с детьми на массовых акциях протеста. Сейчас в самое неловкое положение, конечно, попали судьи районного экономического и административного студа. До принятия нового закона о митингах, 6 демонстрации, они же должны что-то делать, но имея уже решение Комитета ООН, они уже попали в вилку. Я думаю, что самое лучшее решение с их стороны, если даже полицейский путь, отделаться под напряжениями. Вот посмотрим, как в реале. Бахаджан Туригожина посчитала свои расходы на юридические услуги и моральный ущерб. Получилось почти 100 тысяч долларов. Но от государства правозащитница хочет попросить компенсацию в 10 раз большую, чтобы получить, что причитается. С Шулером можно играть только его крапленными картами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok